Добрый день! В эфире программа «Китайская кухня». Сегодня мы пригласили шеф-повара Джан Чиньбин. Она приготовит нам вкусное холодное лакомство. Что же это будет? Холодная лапша с острой курицей. Как же летом можно обойтись без чашки холодной лапши, самого популярного домашнего летнего лакомства? Куриные кусочки, переполненные мясным ароматом, заливают очень острым соусом. Не успеете оглянуться, как захочется добавки. Нам понадобится лапша, куриная грудка, китайская редька, огурец, морковь, сельдерей, расти бобов, древесные грибы, приправа из бобов, острая эссенция, кунжутная паста, соевый соус для рыбы на пару, масло чили. Ну и как мы будем готовить это блюдо? Итак, сначала проведем подготовительную работу. Хорошо. Мы приготовили немного куриной грудки. Чтобы мелко нарезать курицу. Да, поставьте, пожалуйста, воду. Хорошо. Смотрите на эту грудку. Нам не нужно столько много. Отрежем небольшой кусочек. Так, во-первых, варить нужно совсем мало, 3-5 минут. Во-вторых, когда отрываете, она может разорваться. Нам достаточно вот столько. Опускаем в холодную воду. Опускаем в холодную воду? Да. В горячую воду нельзя. Да, сварено таким образом куриное мясо очень вкусное и нежное, и не будет неприятного запаха. Потом в процессе обработки порежем овощи. А сколько нам нужно варить? Нужно ли засечь время? Так. Когда вода закипит, перевести на медленный огонь. Настолько медленно, что вода практически не кипит. Около 90-95 градусов. Запомнила. Не буду. Варим около 3 минут. Хорошо. На улице жарко. Поэтому, что важно в этой лапше. Наполовину лапша, наполовину овощи. Таким образом, можно и удовольствие получить, и насытиться. Еще не растолстеешь. Морковка богата питательными веществами. Да, на самом деле, если говорить, нужно ли столько овощей для холодной лапши, так разнообразнее, верно? Да, хоть мы и говорим, что это чашка лапши, но это не простая лапша. Да, лапша с самыми лучшими продуктами. Да. Морковку порезали соломкой. Да, кладем ее на тарелку. Какие у нас еще овощи, кроме морковки? Кроме моркови, еще огурец, сельдерей, древесные грибы, китайская редька. Сельдерей? Такой толстый? Да, толстый сельдерей. Овощи можно класть любые? Да. Можно я положу помидор? Можно, но лучше не надо, потому что у нас острый соус. При остром соусе нужно подбирать овощи, сочетающиеся с острым вкусом. Да. Хорошо, смотрите, вода закипела, переключаем на медленный огонь. Затем снимаю пенку, и я буду резать. Ну, а какие овощи можно положить, кроме тех, что мы приготовили? Ароматные овощи, которые не выделяют много сока. Хорошо, мы порезали три вида овощей, огурец, морковь и сельдерей. Сейчас их надо будет слегка отварить в кипящей воде. Еще вот древесные грибы. Грибы с соломкой. Да. Очень питательно. С виду может показаться, что вы съели большую чашу лапши. На самом деле здесь ничего нет. Можно не бояться потолстеть. Да, обычно от лапши легко растолстеть. Да. Углеводы же. Но если много овощей, можно спокойно есть. Режем последний. Китайская редька. Китайская редька очень вкусная, сладкая и хрустящая. Обычно можно и в сыром виде есть. Можно заправить соусом для макания. Да. Все выбранные овощи можно есть в сыром виде. Многие покупают на рынке китайскую редьку. Но она оказывается не красная, еще немного полая. Когда покупаете редьку, нужно выбирать сорт красный фонарь. Сорт красный фонарь? Да, у редьки есть сорт под названием красный фонарь. Она внутри полностью красная, очень хрустящая. А, нужно покупать сорт красный фонарь. У других сортов не обязательно красная. Именно. Этот цвет после разрезания очень красивый. К тому же китайская редька – сезонный овощ. Да. Такая большая тарелка. Да. Куриная грудка сварилась. После того, как вода закипела, мы варили ее на медленном огне 3 минуты. Как же определить, готова куриная грудка или нет? Во-первых, она не будет выделять воду изнутри. То есть взять и проткнуть ее палочкой. Да, проткнуть и все. Хорошо. Пока она остывает, мы используем эту воду. Зачем? Чтобы слегка отварить наши овощи. А какие из овощей можно легко отварить? Грибы древесные, сельдерей и ростки бобов. Ростки бобов? Да, нам нужно их ошпарить. Берем воду из-под куриной грудки, она очень питательная. А только что сваренную куриную грудку не нужно остужать холодной водой? Не нужно, она должна остыть сама. Остыть сама? Почему? Потому что она только что сварилась и очень горячая. Если налить холодную воду, она сожмется, и мясо задеревенеет. Будет очень деревянное. Задеревенеет. Припуская овощи, надо начинать со светлых по цвету. Иначе темные окрасят другие. Именно. Сколько нужно припускать по времени? Вода закипела. Опускаете, помешали 2-3 секунды, и все. Выкладываем на сковороду. Овощи должны остаться хрустящими и нежными. Затем опускаем их в холодную воду. А, эту надо опускать в холодную воду. Да, пока откладываем. Затем припускаем сельдерей. Один раз привели, и все. На самом деле сельдерей можно есть и в сыром виде. Да, в сыром виде можно есть. Долго его варить ни в коем случае нельзя. Иначе испортится вкус. Да. Станет твердым. Грибы древесные. Хорошо. Все отварили. Что теперь? Будем перемешивать. Сначала сложим все, что отварили, по кучкам. Хорошо. Разделим. Нужно складывать по очереди? Да, нужно разделить цвета. Морковь. Морковь, сельдерей. Да. Грибы. Затем мы берем... Ростки бобов. Кладем их между зеленым и черным. Да. А потом берем огурец. Наверняка положим сюда. Да, кладем сюда. Затем сюда кладем китайскую редьку. О, Боже! Какая большая тарелка овощей! Да. Хорошо. Подготовительная работа закончилась. Скипятим воду и будем готовить соус. Хорошо. Кипятим воду и готовим соус. Да. Соус для заправки? Да. Скипятим воду на медленном огне. Сейчас мы разорвем куриное мясо на соломке. Мы взяли куриную грудку. Да, вы видите? И куриная грудка подходит. Из куриных ножек трудно делать соломку. На самом деле мясо куриных ножек вкуснее куриной грудки. Более упругое. Но подходит для жарки блюд. Куриное мясо быстро готовится. Да. Хорошо. Теперь начинаем готовить соус. Готовим соус? Да. Толченый чеснок. Кладем одну ложку? Да. Если в обед еще нужно выходить из дома, можно обойтись и без толченого чеснока. Соус из черных бобов продается в любом магазине. Острый на вкус? Да, острый на вкус. Затем кладем немного соли. Совсем немного. Потому что у нас в соусе есть соль. Затем уксус. Выдержанный уксус. Байзамический уксус. Теперь соевый соус для рыбы на пару. Соевый соус для рыбы на пару? Да. Он соленый со сладковатым послевкусием. Потом нейтрализует вкус. Теперь соевый соус, обычный соевый соус. Наливаем немного соевого соуса. Полторы ложки? Да. Две ложки. Две ложки. Теперь кунжутная паста. Кунжутная паста. А сколько нужно кунжутной пасты? Кунжутную пасту кладем по вкусу. Смотрите, кунжутную пасту надо хорошо размешать, потому что кунжутная паста густеет. Если ее хорошо размешать, она будет издавать аромат в соусе. А если не размешать, будут комочки. На вкус будет неприятно. Соус постепенно становится гуще. Затем кладем немного острой эссенции. Это комплексный острый соус. Если вы не хотите его использовать, можно вместо него положить кунжутное масло. Если вы хотите положить кунжутное масло, то добавляем его в конце. Добавляем немного кунжутного масла. Да. А кунжутное масло не перекроет другие вкусы? Нет. Хорошо. Вся подготовительная работа проделана. Теперь будем варить лапшу. Вода уже закипела. Да. А какую нужно брать лапшу? Берем яичную лапшу. Почему яичную? Во-первых, благодаря яйцу эта лапша эластичная. После того, как она сварится, это не как с обычной лапшой. Поваришь дольше или меньше, она получается на вкус плохая, не эластичная. Да, да. Она становится вязкой и невкусной. Да, эта лапша после варки эластичная. А до какой степени нужно варить? До готовности. Когда она будет отделяться, когда лапша перестанет быть твердой и побелеет, будет светлой и прозрачной, значит лапша готова. Потому что у нас яичная лапша. Яичная лапша, как правило, эластичная. Поэтому на варку нужно побольше времени. Затем сейчас нам нужно приготовить немного прохладной кипяченой воды. Хорошо готово. Добавили холодной воды. Да, почему в конце нужно еще добавить в ковш холодной воды? Так у сваренной лапши не будет мудного бульона. Ее можно будет быстрее переложить из кастрюли. Хорошо. Готовимся выкладывать из кастрюли. Когда мы варим лапшу дома, если количество лапши не проконтролировать, вот как сейчас, опускаем ее в холодную воду и быстро вынимаем. Когда вся вода сольется, приправляем небольшим количеством кунжутного или лукового масла. А зачем? Сколько собираетесь есть, только и заправляете. Оставшиеся кладем в холодильник. Ничего страшного. То есть заправляем кунжутным маслом и кладем в холодильник? Да. Все готово. Хороший способ. Таким образом, лучше подольше сварить, чтобы не мучить себя голодом. Да. Говорят, если с вечера все приготовить, не придется есть пустую лапшу. Уже готово. А курицу кладем сверху? Курицу кладем сверху. Кладем на самый верх. Да. Красиво. Хорошо. Теперь наливаем соус. Наливаем сверху вниз. Наливаем вот так. У этого соуса такой сильный аромат. А потом, в конце мы кладем немного кинзы. Смотришь, и сразу такое ощущение, что это очень полезное блюдо. Очень много видов овощей. Еще есть и курица, и лапша. Можно сказать, это блюдо сочетает в себе основное блюдо и гарнир. Самое главное то, что если его есть летом, не будет жарко, потому что лапша холодная. Да. Ешьте это блюдо летом, и хорошее настроение вам гарантировано. Итак, повторим способ приготовления лакомой холодной лапши с острой курицей. Нарежем куриную грудку на толстые ломтики. Положим в холодную воду в сковороду. После того, как вода закипит, переводим на слабый огонь и варим 3 минуты. Затем выкладываем и даем остыть. Затем рвем на кусочки. Морковь, огурец, шпинат, древесные грибы и китайскую редьку нарезаем соломкой. Слегка отвариваем ростки бобов, сельдерей и грибы по отдельности. Просушиваем. Затем кладем морковь, сельдерей, грибы, ростки бобов и другие овощи на тарелку. Перемешиваем толченый чеснок, соус из черных бобов, соль, бальзамический уксус, соевый соус для рыбы на пару и кунжутную пасту. Затем кладем немного острой эссенции и кунжутного масла. Получится острый соус. Ставим воду на огонь и после закипания выкладываем лапшу и варим до готовности. Затем выкладываем, заливаем холодной водой, даем воде стечи и кладем поверх овощей. Добавляем курицу, заливаем острым соусом и посыпаем кинзой. Мы любим поесть и нам не лень готовить. Смотрим рубрику «Лакомые советы». В рубрике «Лакомые советы» сегодня мы научим вас готовить кислоострый соус. Если вы научитесь его готовить, то вас не испугает ни одна холодная закуска. Вам понадобится кустарниковый перец, белый уксус, соль, кунжутное масло, чистая вода и куриная приправа. Способ приготовления очень простой. Мелко нарезаем кустарниковый перец, добавляем куриную приправу, белый уксус, кунжутное масло, воду, соль, сахар и хорошенько перемешиваем. В конце добавляем немного масла чили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова